Здорово домкраты! Сегодня рассмотрим взятие на грудь сплинтов. Первая вариация это взятие в низкий сет. Постановка ног и ширина охвата такая же, как в классическом взятии на грудь. Так как амплитуда тяги очень короткая в данном упражнении, то отрыв штанги от плентов стоит делать медленно и плавно, акцентируясь на коротком резком подрыве и уходя под штангу. Во время отрыва штанги от плентов держите плесницу жесткую и прогнутую и не опускайте накрытие, то есть плечо впереди грифа. Подрыв делайте короткий и акцентируйтесь на уходе. Рассмотрим вторую вариацию взятия на грудь в полуприсед. Здесь соблюдаем все те же рекомендации, за исключением того, что подставку мы делаем в полуприсед, когда бедро находится выше параллели с полом. Здесь акцент смещен на мощность подрыва, чтобы штанга взлетела как можно выше. Третья вариация это взятие без разброса ног. На старте ноги находятся на ширине разброса ног во время подставки. Здесь исключена фаза безопорного подседа, акцент смещен на работу трапеции и резкому подвороту локтей. Нарабатывается умение вкручиваться под высоту вылета штанги. Новичкам рекомендую выполнять по весам. В первом случае в классическом взятии от 70 до 90% от 1 до 3 повторений в подходе. Во втором случае в полуприсед это примерно до 80% от максимального взятия от 1 до 3 повторений в подходе. И наконец без разброса ног является более техническим вариантом, нежели результативным. Поэтому здесь работаем объемами до 70% до 4 повторений в подходе. Благодарю вас за внимание друзья, надеюсь видео принесло вам пользу. Желаю всем здоровья, удачи и новых рекордов. До встречи в новом выпуске.